Это особая история для нас. К такому вниманию не привык даже опытный лыжник Андрей Ларьков. Казалось бы, до этого у спортсменов уже были крупные победы на международной арене. Но с медалями Олимпиады не сравнится ни один чемпионат мира и Европы. Третий, после Гульнары Галкиной Самитовой и Светланы Деминой. В стенах Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма появилось панно представителя зимних Олимпийских игр. Именно Андрей Ларьков стал триумфатором игр в Пьончхане 2018 года. После возвращения на родину спортсмены не могут даже выспаться. Многочисленные интервью, встречи на разном уровне, поздравления друзей и родственников это лишь малая часть той славы, которая обрушилась на участников. Очень сильно взбиваясь рабочего графика. Вчера отбежали соревнования как раз в Лахтике. Это очень неважные выступы, связанные с тем, что постоянно встречи, что-то другое. Мы же, спортсмены, свободного времени практически нет с утра и до вечера тренировки. Когда закончилась наша гонка, эмоции зашкаливали и какое-то внутреннее опустошение уже было эмоциональное. И сейчас, когда приехали домой, хотелось немножко отдохнуть, но за эти четыре дня не удалось. Потому что везде это внимание, сообщения, звонки. И не знаю, хотелось от всех скрыться уже, конечно. Еще одна покорительница серебра Пхенчхана, фигуристка Евгения Тарасова, ночью прилетела на родину и уже активно проводит тренировку Казани. Благо в республике сейчас созданы все условия для лыжников, фигуристов, сноубордистов и других представителей зимних видов. Хочу поблагодарить вас за ту победу, которая была вами завоевана. Поблагодарить всех вас и пожелать успехов. Бигзурах на два раза, да, еще раз. Для всех спортсменов начался новый олимпийский цикл длиною в четыре года. И татарстанская команда в Китае планирует замахнуться уже на золото. Алмаз Гафиатов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова